В здоровом теле здоровый дух. Истина стара, как мир, и доказательств не требует. Однако прошедшие новогодние праздники мало кому из россиян здоровье добавили. Скорее наоборот. На Ивановском парашютном заводе полет к самочувствию и работоспособности сотрудников относится крайне серьезно. Вот и сейчас, когда застолье для многих аукнули с лишним весом, на предприятие пригласили известного в Иванове пропагандиста здорового образа жизни Владимира Шишкина. Ему 78 лет. Чувствует себя прекрасно. Несет Владимир Георгиевич в массы идею активного долголетия. Наша национальная трагедия. Вымирает мужики, причем в работоспособном возрасте. Вот это меня больше всего тревожит. Я по своим убеждениям говорю, предан своей нации и делаю все, чтобы наша нация процветала. Сотрудников собрали буквально на час. Тут им и зарядка небольшая, и пару простых, но очень важных советов. О необходимой физической активности, правильном питании и правилах гигиены. Впрочем, все это на пользу лишь при позитивном настрое к жизни. Жить и радоваться, чаще улыбаться. И надеяться на лучшее. И рекомендации, в общем-то, естественные, все живые, настоящие. Говорится, дай бог каждому столько прожить. Владимир Шишкин пропагандирует активное долголетие добровольно. Ему нравится общаться и делать жизнь окружающих немного лучше. Руководство завода с приглашенным лектором солидарно. На предприятии даже есть такая традиция. Перед новогодними праздниками поощрять памятными призами тех, кто не уходил на больничный в течение года. У нас на заводе достаточно долго мы ведем уже речь о том, что как можно больше каждый год из среды пьющих пива и курящих присоединялось к здоровому образу жизни. И используемы различные методы, методики. Я вот лично вообще активный такой противник всего этого. Но самое-то ведь главное не только, чтобы ты этого не делал, а чтобы ты это смог донести. В завершении своего выступления 78-летний лектор предложил всем насладиться пешими прогулками на свежем воздухе. Затянувшиеся крещенские морозы – это отличный бонус для сердечно-сосудистой системы и легких. Главное – правильно одеться.